Свобода – это когда ты можешь выбирать. Когда человек сидит, к примеру, у себя в офисе, он не может выбирать, уйти ему или не уйти сейчас, этим заниматься или этим заниматься. Ему говоришь, а поехали туда, я приезжаю, например, в какой-то город со своими друзьями, говорю, а давайте туда махнем, да, а они говорят, а я не могу, я не свободен. Свобода – это то, когда у тебя есть выбор. Свобода – это то, когда у тебя есть выбор. Так получилось, что в детстве я никуда не выезжал. То есть я не был на море, родители меня не отправляли ни по каким путевкам, и все мои путешествия ограничивались Россией. И когда я уже после университета начал заниматься собственным бизнесом, в первый раз в 24 года я выехал на океан, на море. Это была Италия, Италия, Рим. И там я как раз вот вкусил первый вкус свободных путешествий. Я начал путешествовать, посещать разные страны, и за промежуток пятилетний посетил 28 стран на сегодняшний день. Ну, начну с того, что мы вообще из морозной Сибири, где холодно, там под 40 градусов мороза, и как-то я возвращалась с салоном домой, и что-то решила прогуляться. И шла, и, можно сказать, мечтала, ой, как хорошо бы было сейчас, в декабре месяце, очутиться на каком-нибудь сказочном острове. Ну, такая, прихожу домой, делюсь с Сашей этой идеей, говорю, ой, классно было бы, у нас тут только сейчас холодно, вот, это шуба, сапоги. И, ну, то есть я так сказала, Саша так, ну, вроде бы послушал, но мужчины бывает так, фильтруют иногда, что мы говорим. Они вроде бы и слышат, но и в тот же момент, там, заняты своими делами. И, ну, то есть прошел вечер, мы поужинали, там, легли спать, и все, и в ночь, где-то в часа в три, Саша меня будет. Алена, я купил билеты! Мы через два дня выезжаем. Я такая, куда? Куда выезжаем? Ну, ты же хотела, там, сказочный остров, тепло. Ну, я не ожидала так быстро, два дня, то есть, ну, все равно мы как предприниматели, все равно есть какие-то рабочие моменты, которые нужно решать, персонал и так далее. И вот так вот мы отправились в путешествие. И так получилось, что сначала это были страны Европы, потом страны Азии. И попав на Бали, я вот понял, что это родное место, это мое место, потому что, ну, что-то вот внутри, когда перещелкивает, ты понимаешь, что вон. Сначала мы на две недели выехали в самостоятельное путешествие, потом на два с половиной месяца, потом путешествие затянулось у нас на пять месяцев. В Бали считается чакра Земли, то есть, отсюда все близко. То есть, можно улететь в Австралию, можно улететь в Японию, можно улететь, там, в Непалу, в другие страны. Здесь все близко, и здесь очень комфортно именно для души. И действительно, когда ты утром просыпаешься и видишь вот такую красоту, зелень, постоянно улыбающихся людей, и, ну, ты ощущаешь себя действительно счастливым. У меня очень насыщенные дни, то есть, день проходит в работе, то есть, мы совмещаем работу и путешествие. То есть, мы очень активно путешествуем и очень много работаем. И вообще, я считаю, что полноценные путешествия, они только тогда, когда ты совмещаешь работу и отдых. Стою я ориентировочно в шесть утра, просыпаюсь, выполняю задачи по работе. Где-то до часов двенадцати я практически уже свободен, так как выполняю все основные задачи, которые у меня есть. И остальное время, то есть, мы проводим с ребятами, которые у нас с РД-2, с путешественниками, то есть, общаемся, встречаемся, проводим очень много интересных встреч. Каждую неделю у меня обязательное правило делать что-то новое. То есть, это, например, выехать в какое-то новое место или сделать что-то, что не делал раньше. Многие люди ставят себе цели, прописывают большие карты мечты. Там, хочу машину, хочу квартиру, хочу это. Что они в этот момент делают? Я хочу это, я хочу взять, я хочу взять, я хочу взять. А миссия – то, что ты готов отдать. И у меня есть мечта – это сделать как можно большее количество счастливыми, помогая им трудоустроиться в интернете, чтобы они почувствовали этот образ жизни, чтобы они пропитались этим стилем жизни. И чем больше людей будут путешествовать, тем ярче глаза у нас будут гореть в компании, тем более сейчас еще счастливее мы будем. Я бизнесмен. Я бизнесмен. Что такое бизнес? Бизнес – это когда ты умеешь приносить пользу большому количеству людей. Вы думали, что, в сказку попали? Свой первый бизнес я начинал с 200 долларов в кармане. То есть, денег вообще не было. Не было ни связи, ни родственников, ни друзей, бизнесменов. И когда ты с самого нуля делаешь что-то, что начинает приносить тебе серьезный доход, в этом и есть как бы смысл. Сначала у меня был салон, потом у меня баня была, потом несколько салонов, да, то есть связи, потом мы салон красоты открыли, у меня был комиссионный магазин, очень много направлений, то есть я… У меня была такая установка еще в университете, когда я очень много работал, и я себе задал такую установку, что вот когда я закончил университет, я в деньгах нуждаться вообще не буду. И да, мне ступнул 21 год, когда я закончил университет, больше я в деньгах не нуждался никогда. Саша всегда мечтал, ну, начать зарабатывать через интернет. И так получилось, что я пришел в традиционный бизнес и начал развиваться там. И начав путешествовать, тумблер переключился. Тумблер переключился. У меня была проблема в том, что я не хотел заниматься теми видами бизнеса, которые были. В путешествиях я задался вопросом найти то дело, которому я готов посвятить всю свою жизнь. То есть, как обычно люди в бизнес приходят. Вот я сейчас 5 лет тут поработаю, денег срублю, да, там и на море, на океан езду. Нет, в этом я вообще не вижу смысла и понимания. То есть, мне хотелось найти то дело, которому я готов полностью отдаться, которое там через 50, через 60 лет, которое внукам останется, детям останется. И когда ты задаешься таким вопросом, ты начинаешь, ну, как бы глубоко очень копать. Я видел очень много людей, моих друзей, родственников, которые несчастны, которые уходят на работу с утра до вечера, которые ненавидят эту работу, которые ждут пятницу, как у нас в России говорится. Естественно, мне хотелось помочь. Сначала хотелось помочь своим близким, родственникам, друзьям. Потом я начал встречать людей в путешествиях, у которых точно такие же проблемы. И я увидел, что этим вопросом задаются миллионы людей на сегодняшний день. Потому что куда бы я ни поехал, я вижу несчастные лица, я вижу, что людям не нравится их работа. И как раз удаленная работа, она решает эти проблемы. Благодаря удаленной работе можно решить очень многие проблемы, которые связаны с этими потухшими глазами, несчастливыми лицами. А удаленка, она дает счастье. Почему? Потому что убирается время на работу. Например, у нас ребенок, и я очень часто провожу рабочий день дома. Я вижу ребенка, я вижу жену постоянно, я вижу, как он развивается, как он растет. А многие родители не видят. Они проводят 50% времени в дороге, 50% времени в офисе. И когда приходят уже домой, они несчастливы. И счастья не может быть. Я всегда от Саши слышала, что он хочет помогать людям, быть полезным. И они мечтали, когда создавали проект с Игорем, чтобы он обязательно приносил пользу. И чтобы это было дело всей их жизни. Когда мы начали заниматься компанией «Работа дома-2», был перещелк, что вот оно. Это то направление, которым я готов заниматься всю свою жизнь. Это то, в чем я готов стать эксперт, готов стать профессионалом, готов развиваться, чтобы не случилось, какие бы препятствия, проблемы не были передо мной. Это то, чем я готов заниматься. И это было самое большое открытие. Через 5 месяцев я выехала в Россию, чтобы продать свой бизнес. У меня был салон красоты. А Саша вообще буквально за пару дней продал свой бизнес удаленно. Ему даже не пришлось выезжать. То есть вот с этого момента начинается все. Когда ты понимаешь, что вот оно, то направление, которое ты готов посвятить всю свою жизнь, здесь начинаются самые большие возможности. Потому что тебе вообще все пофиг становится. Проблема – отлично. То есть когда человек не любит свое дело, он отступает очень быстро. Когда он ради денег открывает, он отступает очень быстро. А в первый год работы, как мы его называем, год экспериментов, мы с моим партнером, с Игорем, совершили миллион ошибок. И были такие моменты, когда хотелось там сдаться, когда хотелось отойти, когда при возникновении какой-то крупной ситуации, да, но понимая, что это то дело, которым ты будешь заниматься всю жизнь, вот это вот истинное счастье, ты готов достигать самых больших результатов в жизни. Я действительно вижу, насколько мой муж счастлив. Он просыпается с мыслью ОБРД-2, он ложится спать с мыслью ОБРД-2. К нам приходят гости, они все время говорят о компании. И мне очень нравится то, что мой супруг, он не говорит о том, чтобы, вот, я хочу там много денег заработать, а он говорит о том, что, как вот этому человеку помочь. У нас идея была в чем, взять обычного человека, который живет на сегодняшний день в России, там, в любой другой стране, и за очень короткий период привезти его в путешествие, чтобы он начал жить, видеть этот мир, наслаждаться. Делать так, чтобы у него была работа, чтобы он конкретно начал получать кэш на руки, и уже в перспективе, там, через месяц, через два, начал путешествовать, то есть свободно путешествовать. А для путешествий, как показывает практика, денег много минут. Мне очень понравилась идея, которую они осуществили. Я вижу, сколько людей сейчас, ну, счастливые приезжают, меняют свои жизни, они находят работу. Что нужно для счастья человеку? Три составляющих. То есть первая составляющая – это любовь. Любимое дело, любовь к друзьям – это наши ценности. Когда человек любит свое дело, то он не работает ни одного дня. То есть если человек любит то, чем он занимается, он, конечно же, будет хотеть становиться там профессионалом, зарабатывать больше денег и многое другое. Вторая составляющая – это деньги. Мы живем в материальном мире, нужно на что-то кушать, нужно питаться в ресторанах, нужно куда-то ходить. И, естественно, любая потребность, она требует денег. Поэтому те, кто говорят, не в деньгах счастья, я могу дать номер карточки, переведите мне деньги, я посмотрю на ваше лицо. Ну, просто так, да, потому что мы живем в материальном мире, и деньги – это очень важная составляющая. И для того, чтобы начать путешествовать, нужно немного денег. Потому что у многих такая картинка, что для того, чтобы начать жить свободным стилем жизни, нужны миллионы долларов, что нужно очень много работать и так далее. По факту нужно 500-700 долларов для того, чтобы жить комфортно. Например, в той же Азии начать жить. То есть не богато, не шикарно, но жить в хороших условиях. И третья составляющая – это свобода. Свобода выбора, свобода в передвижениях, непривязка к какому-то определенному месту жительства. Они всегда говорят о проекте, говорят, как его улучшить. Они всегда заботятся о ребятах, которые здесь приезжают. Вот там ребята сейчас переехали туда, надо им деревню организовать. 22 деревни, 23 деревни уже. И я очень счастлива, что мой супруг нашел дело всей своей жизни. И я очень счастлива, что этот проект вообще несет большую ценность для людей. Люди меняют жизни. У нас была математическая задачка решить, то есть как вот эти три составляющие дать. И так появилась компания «Работа Дома-2», где мы помогаем людям как раз трудоустроиться на удаленную работу. И мы показываем людям возможности путешествовать. Здесь на Бали у нас очень большое комьюнити. То есть мы разыгрываем по три билета ежемесячно на остров. И за последние несколько лет мы разыграли более 60 билетов на сегодняшний день. И здесь очень большая тусовка, которая находится на Бали, которая как раз благодаря вот этим трем составляющим. Это люди, которые любят свое дело, которые зарабатывают, да, небольшие деньги, не какие-то фантастические, да, но они зарабатывают и здесь сейчас. И они не привязаны к месту жительства. И они счастливы. Это самое главное. Мы тут два дня находились. Вот здесь, в принципе, все удобства. Медикаменты, всякие пеленки, ванна, туалет, комната. И такая вот обстановочка здесь. На сегодняшний день как бы на Бали очень большое сообщество наших русских мамочек. Есть люди, которые приезжают из Украины, из других стран. И мы как бы группируемся, и чтобы нашим деткам было, ну, интереснее, потому что они уже сейчас, им нужно общение. И нам, мамочкам, тоже иногда хочется тоже какое-то такое свое сообщество поговорить там. Вообще я очень счастлива, что наш ребенок родился именно здесь. Если честно, когда мы приехали на Бали, наши друзья уже были тогда в положении. И мы от них уже узнали про то, что, ну, здесь существует клиника, где можно родить ребенка лотосовым рождением. Лотосовое рождение – это когда ребенку не перерезают поповину, и все происходит максимально естественно. Баленцев пристиг с кодом. Полиция вообще очень любит детей. И мы живем в доме, рядом живет семья. И они постоянно, ну, вот Леню видят с самого рождения. И настолько уже, как бы, привыкли, полюбили его, что Леня всегда с радостью к ним идет. Они всегда, им всегда вместе интересно. И там бывает на час, на два. Я спокойно просто... Ребенок забывает про маму, попадая в руки Балийцев. Вот, и, конечно, они меня очень сильно разгружают. Для меня успех – это многогранное понятие. Когда у тебя финансово и в жизни все хорошо, когда у тебя взаимоотношения с другими людьми очень хорошие, когда у тебя прогрессируют отношения в семье с женой, с друзьями, с родственниками, со всеми. С кем бы ты не соприкоснулся – это очень важная составляющая. Успех – это когда ты видишь горящие глаза других людей, которым ты помогаешь, горящие глаза своих клиентов, тех людей, которые приезжают на Бали. Там я не был счастлив, когда я занимался традиционным бизнесом. Почему? Там все-таки традиционка, она тебя привязывает очень сильно к месту, потому что там есть офис, там есть бумажная работа, там есть персонал. В нашей компании мы не имеем офиса, у нас офис на Бали. И это счастье. И все наши сотрудники, они работают удаленно с разных точек планеты, им не нужно никуда ходить. И когда мы с ними общаемся, мы очень сильно заряжаемся, потому что они счастливы. А если они счастливы, то и мы счастливы. Я вообще очень благодарна мужу за такой, можно сказать, декретный отпуск, где постоянно тепло, экватор, солнышко, океан, свежие фрукты. Ну, я думаю, это вообще мечта каждой женщины и вообще любого человека – жить счастливо. У всех голубая мечта – зарабатывать быстро, сразу и ничего не делать. И они думают, что вот когда я там буду зарабатывать много денег, у меня проблем будет меньше. А на самом деле, когда ты зарабатываешь, чем больше ты зарабатываешь, тем у тебя уровень ответственности больше, тем у тебя уровень стресса больше. И поэтому ты зарабатываешь больше. И любой успешный человек, он совершил очень большое количество ошибок. Его это и отличает. Я ошибался везде. Какой бы я бизнес ни открывал, ошибок было допущено очень большого количества. Но именно благодаря им этот бизнес и рос. А я терял бизнес очень много раз. Каждая потеря бизнеса учила меня еще больше. Первый раз, когда через полгода мы потеряли все деньги с братом, полностью прогорели, все под ноль ушло, то тогда я научился, благодаря этой ошибке, я научился планировать свой бюджет, правильно распоряжаться финансами. Начал читать какую-то литературу, начал применять, начал заниматься инвестированиями очень многими вещами, потому что каждая ошибка, в каждой ошибке был рост. То есть если в бизнесе наступает какой-то крендец или что-то там не строится, не вяжется, то значит именно здесь точка роста, где мы сейчас можем вырасти. И анализируя эти ошибки, анализируя свой опыт, ты прогрессируешь. А счастье, оно не в материальных, ну да, круто, дом на Бали, там мотоцикл, машина, ну вот когда ты покупаешь материальные вещи, они сейчас не приносят такого счастья, как прогресс. А вот когда растет компания, когда растет количество довольных клиентов, когда растут показатели компании, когда ты прогрессируешь в отношении с друзьями, с ростом, вот это истинное счастье. И этот прогресс он бесконечен. В нашей семье каждый занимается своим делом. То есть я занимаюсь ребенком, Саша работает, и я стараюсь формировать такое пространство, чтобы всем было хорошо. То есть я знаю то, что ребенок все равно отвлекает. И где-то какие-то моменты, я беру Леню, и мы идем гулять, чтобы Саша там побыл где-то, а все равно. Иногда ему тоже хочется расслабиться, побыть своими мыслями, и не слышит, как ребенок плачет, как он капризничает. Хотя Аленя у нас редко капризничает. Здесь, мне кажется, сложно капризничать, когда ты видишь постоянно зелень, там птички летают, кузнечики чирикают. А есть по-другому, да, есть позиция победителя, есть неудачники. Неудачники, они всегда говорят, все виноваты, поле у меня. У нас нигде этому не учат, к сожалению. То есть если мы берем школу, это стандартное обучение, университет, куда тебя пихают родители по той профессии, которая тебе в принципе не нравится, то есть идет очень большая потеря времени. И человек, когда выходит с университета, со стен университета, он вообще не знает, чем ему заниматься. То есть проблема в самой системе образования, начиная от дошкольного возраста, окончая университетом. И то, что мы видим, это происходит реально деградация, потому что школьники, они воспринимают все, ну, как бы лучше. Они могут решать более интересные задачи. Меня приглашали провести семинар среди 11 классов, несколько раз там у нас, ну, как бизнесмена. И я им задавал один вопрос, а кем вы хотите стать после окончания вуза? И может быть 2-3% из всех школьников четко отвечали, кем они хотят быть, остальные они плавали. И сама система, она неэффективна. Почему? Ну, что происходит? Человеку нужно, например, определиться с профессией, с какой-то определенной. Он говорит, ладно, мама, папа сказала, хочу быть экономистом или бухгалтером. Или там сам куда-то выбрал направление, так пальцем в небо. Он 5 лет отучился, а сейчас мир очень сильно меняется, и те знания, они уже устарели. Все. Когда он приходит на предприятие, ему приходится изучать все новое, то есть он абсолютно не понимает такой специальности ничего. И низкий уровень специалистов, отсутствие профессионализма, оно дает о себе знать. И понимая эти вещи, мы сделали свою уникальную методику, которая так и называется антиуниверситет, где подошли совершенно с ним подходить, с практическим подходом. Потому что только благодаря практике можно получить результат. Люди любят стабильность. Вот я хочу стабильную работу, зарплату, не хочу изменений. А все меняется. Хотите вы, не хотите, ваше тело изменится, ваши мысли изменятся, седина появится, все изменится. И нужно полюбить изменения. Все, что бы в жизни не происходило, нужно с каждого изменения искать положительный момент. Чем больше вы зарабатываете, тем больше у вас уровень ответственности, тем больше у вас проблем. И важное качество 21 веке, это полюбить проблемы. Я люблю проблемы, потому что они, это для меня рост. И третье очень важное составляющее, это благодарность. Быть благодарным за любую ситуацию, которая в жизни происходит. Люди не умеют брать ответственность на себя, они неблагодарны за те ситуации, они винят в своих неудачах родителей, родственников, друзей, обстоятельства, университет, страну, президента, мэра. То есть это все у нас за кухней проходит, в разговорах семейных. А когда вы учитесь благодарности, благодарить любую ситуацию за то, что с вами в жизни происходит, тогда происходит самый большой рост. И благодарность, и ответственность это базовая вещь, которую нужно обязательно исполнять. Если эти три вещи делать, то применять их в жизни, на практике, то успех будет однозначен. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok